Вы мастер татуажа и вы не знаете, как подобрать вашему клиенту в соответствии с той техникой, которую вы выбрали пигмент. Это видео специально для вас. Мы взяли 450 случаев и 450 лиц конкретно и разобрали в зависимости от разной техники и разной оттенков, в зависимости от разной толщины кожи и насыщенности, какой пигмент стоит брать, а от какого пигмента лучше воздержаться. И более того, мы даем прямые рекомендации, как этим пользоваться. Итак, если вы мастер татуажа, эта проблема для вас вставала неоднократно. Приходит клиент и говорит, я хочу себе новую брую, а вы не знаете, за что схватиться, откуда взять. Может быть, вы возьмете пигмент, а он станет холодный или наоборот, он будет выглядеть нелепо и клиенту вообще не подойдет. Мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео про колористику, ссылка на него будет в описании к этому видео. Но также мы рекомендуем, если вы ленивая, этот навык, а это навык, безусловно, приобрести при помощи постоянного подбора и постоянного поиска через вот такой вот файлик. Этот файлик, также ссылка на него есть в описании к этому видео. Вы можете скачать его столько раз, сколько захотите. Итак, этот файлик сильно вам поможет. Давайте я расскажу, как этим пользоваться. Например, к вам приходит клиент и говорит, вы знаете, у меня толстая кожа, ну или, например, вы определяете, что у нее толстая кожа, я хочу волоски, очень насыщенные, чтобы были поярче. Вы берете, выбираете фильтр. Здесь это, еще раз, это нужно смотреть обязательно на компьютере, обязательно поставьте на ноутбук или на персональный компьютер Excel, и в Excel эту программку, откройте этот файлик. Вы нажимаете на фильтр и выделяете здесь «Да», то есть это действительно толстая кожа. Здесь засортировались все люди с толстой кожей. Дальше вы понимаете, что нужны волоски. Вы также выделяете «Да» на волосках. И также вы выделяете насыщенность более 50%. Здесь, судя по всему, нет. Смотрите, на толстой коже и на насыщенность более 50% волоски мы не делаем. Интересная особенность. Окей, давайте выберем растушевку. Выделим все и выберем растушевку. Ну и здесь, соответственно, мы выбираем, что насыщенность больше 50%. И смотрим, подбираем цветотип нашего клиента. Смотрите на него и смотрите сюда. И понимаете, ага, примерно мой клиент на кого из этих людей похож, как будто вы составляете фоторобот. Вы определили, что оказывается, вот примерно вот он, мой клиент. Например, да? Секунду. Я уменьшу масштаб. И напротив этого клиента есть номер пигмента. Вы прям кликаете на него и можете почитать особенности. То есть, что это за температура, характеристики, для какой кожи и так далее. Особенности. Посмотреть, как он выглядит на человеке. И если даже очень захочется, если у вас вдруг его нет, вы можете его купить. Второй способ применения этого файла, идти от обратного. Вы берете и говорите, хорошо, у меня есть, например, пигмент. Значит, сбросить фильтр. Давайте я вас научу. Переходите в данные, нажимаете на кнопочку фильтр. И дальше снова его включаете. Он сбросился. То есть, сейчас здесь снова появилась и тонкая и толстая кожа и так далее. Значит, у вас есть пигмент какой-то из наших. И вы понимаете, что у меня есть только теплые русы. С кем я могу работать. И смотрите, что вы можете работать. И с толстой, и с тонкой, и с нормальной кожей. Вы можете делать волоски. Вы можете делать растушевки. Ну вот, собственно говоря, в какой технике и какому клиенту также можно посмотреть. В целом, файл очень полезный именно для отрабатывания навыка видения подбора пигмента. Обязательно скачивайте его. Обязательно напишите в комментариях, помогло вам это или нет. И обязательно пользуйтесь и повышайте свою личную компетенцию как мастера татуажа. Я уверен, что используя этот файл, ваши работы и подбор цвета и пигмента станут намного более качественными и красивыми. Ну а мы свою функцию выполнили и вам в этом помогли. С вас лайк и комментарий.